Добрый день Владимир Владимирович! Добрый день Владимир Владимирович! Добрый день Владимирович! Предлагаю взять звонок как раз на эту тему, звонок из города Балашов в Саратовской области от Алексея Анатольевича. Алексей Анатольевич, добрый день! Вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте! Уважаемый Владимир Владимирович! На вопросы наши все ответят. Кто нам ответит? За все ответит. Ведь все на свете знает только он. Кто нам ответит? Сомнений нет! Он даст ответ! Я сейчас не буду углубляться там в детали проблемы. Вам это не так и интересно. Помимо видео вопросов, здесь мы принимаем и ММС-сообщения. Так вот, они оказались очень популярными. У нас уже 43 тысячи ММС-сообщений. После того, как в Сибири произошла беда, видеообращения нам стали отправлять жители Хакасии и Забайкальского края. Люди, которые пережили страшное горе. В одночасье огонь лишил их всего. Видео вопросов многих звучат как крик души и мольба о помощи. Предлагаю посмотреть ролик, который мы получили от Надежды Макаровой из деревни Биджа в Хакасии. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У нас такой вопрос. Я Макарова Надежда. У нас в деревне сгорело 8 домов. Два дома сгорели. Дом один отстояли. У нас такой вопрос. Будет ли нам вообще какая-нибудь помощь людям? Потому что у людей вообще ничего не осталось. Им очень сейчас тяжело. Мы ждем от вас помощи. Помогите нам, пожалуйста. Действительно, мы получили ролики, видеоролики от ветеранов Великой Отечественной. Их беспокоят в первую очередь, конечно же, размеры пенсии и цены на лекарства, а также жилищный вопрос. Предлагаю посмотреть ролик, который мы получили от семьи Ерохиных. Я Ерохин Василий Иларионович, участник Великой Отечественной войны. Моя супруга Ерохина Елена Никитична, ветеран Великой Отечественной войны. Мы проживаем в одном из закрытых военных городков Владимирской области. 64 года в различных служебных квартирах. Я поставлен на очередь в Министерстве обороны для получения государственного жилищного сертификата для приобретения жилья. Обещают его дать минимум через два года, когда нас не будет в живых. Владимир Владимирович, очень прошу ускорить получение жилищного сертификата. Сделайте нам, пожалуйста, подарок к 70-летию. Мы работаем в эфире три часа, и за это время общее количество обращений перевалило за 3 миллиона. Это абсолютный рекорд всех прямых линий. У нас уже 2 миллиона звонков, полмиллиона смс. И вот сейчас я вижу очень народный вопрос, который буквально на этой неделе коснулся всех россиян, у кого есть... ...благовещен... ...добрый вечер. Галина Яковлевна, вопрос, конечно, не из простых, вы правы. И что можно по этому вопросу сказать? В абсолютных лидерах вопросы социального обеспечения и соцзащиты. На втором месте жилье и ЖКХ. На третьей строчке рейтинга... ...вотом месте жилье и ЖКХ. 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 ...вотом месте жилья и ЖКХ. ...вотом месте жилья и ЖКХ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...